Добрый день! Я сейчас нахожусь в Болгарии. Это недалеко от города Биала, небольшой городок на границе Варнинской и Бурганских областей. Это вот очередная крепость, очередная наслойка цивилизации. Здесь существовало поселение со II века, II-II века. Да, началось всё, как всегда, здесь в Болгарии с траков, с тракийских времён, которые построили крепость вот на таком мысе морском. Затем, как всегда, пошли греки, римляне, Византия, болгары, ну и так далее. И сейчас я переключаюсь и быстренько вам сделаю обзор этой крепости. Сначала давайте посмотрим красоту. Вот такая вот красота морская. Это такой очень крутой берег. То есть с моря полная защищённость. Ну, как всегда, путешествуют болгарские пенсионеры. Вот, значит, поэтому, конечно, не случайно именно здесь возникает крепость. И, собственно, мы находимся в базилике. Вот там представлено... Здесь, кстати говоря, огромное количество денег вкладывается в раскопки, в реставрацию. И вот там эта базилика показана. Я иду за алтарём, алтарная часть, которая... Вот это вот всё камни, 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 именно того периода. И вот этот алтарь, алтарная часть, которую восстановили. И мы даже совершаем светотатство, поскольку женщинам туда было нельзя, да? Вот этот стол, который очень напоминает жертвенный стол ещё языческих времён. Вот, ну и здесь показана вот на картине процессия уже православная, да? Значит, это Святой Николай, потому что это море. Это, конечно, покровитель морских путешественников. Базилика огромная. Накрыли её, вот видите, специально вот для сохранения. Вот, и я ещё раз говорю, это самое-самое небо-то какое красивое, да? Вот, это самый-самый конец крепости. И мы с вами сейчас пройдём по её территории. И вот здесь вот вы видите, то есть это торговая улица такая. Здесь вы видите восстановленные, откопанные, раскопанные, восстановленные части зданий. И очень много вот таких огромных амфор. Здесь, естественно, была не только военная крепость, здесь был порт, здесь была торговая точка. Поэтому вот такое вот огромное количество амфор, я бы их назвала, да, огромных, они закопаны в землю. Сейчас мы с вами подходим к территории винарной, то есть там, где производили вино. Потому что, естественно, Болгария, ну, в смысле, территория, на которой сейчас располагается древняя... Вернее, Болгария – это древняя территория. Здесь вот как раз и было вино первое изобретено, создано европейское. Здесь появляется бог Дионис, который потом перекочевал грекам. Мы сейчас зайдём в винарную, и я вам покажу. Значит, смотрите, вот там показан процесс, нарисован, да, выращивание винограда, сбор винограда. И праздники, посвящённые богу вина Дионису. А вот это огромный такой пресс. Из целого дерева он сделан. Там, значит, вот в этом, вот в этом, как сказать, тазике большом, да, здесь давили виноград. И он стекал, виноградный сок стекал в такие большие амфоры закопанные. И это уже механизированный процесс. Вот, кстати, эти амфоры тоже в земле. Они просто закрыты крышками, да, какие-то закопаны совершенно, какие-то стоят. Вот, значит, здесь идут очень активные такие археологические разработки. И, естественно, что процесс одновременно предусматривает и посещение туристов. Сейчас, слава богу, не сезон. Можно спокойно походить, посмотреть. И вот видите, кругом амфоры, амфоры, амфоры. Значит, это городской, так сказать, колодец. Значит, это торговая улица. А вот здесь вот находится еще одна винарная, уже маленькая. И она без пресса. Здесь предполагают, что девушки давили ногами. Виноград. Ну и то же самое все. Там вот амфоры стоят, все это есть. Вот, значит, вот вы видите это современное здание, которое используется, естественно, как... Здесь в основном апартаменты, как я объяснила, экскурсовод вот на этой территории. То есть люди купили, приезжают. А здесь внизу торговое помещение античного города. Вот. И, значит, очень, конечно, интересный такой момент. Естественно, что это портовый город, город, куда приезжало много гостей. Поэтому здесь был такой, ну, что-то типа публичного дома. Мы это уже откопали, это уже установили. Вот. Ну и вот можете посмотреть базилика большая, очень древняя, которая прямо встречала гостей. Значит, со стороны моря этот мыс не было никаких стен, потому что очень крутые берега я вам показала. А вот там, со стороны суши, стояла стена. Вот. Ее остатки существуют и до сих пор. Там уже вот современные дома, которые стоят на территории древней крепости, которые, в общем-то, являются большим тормозом для исследований. Потому что это частная собственность. То есть, понятное дело, что никто не разрешит копать. Это вот еще какой-то хороший человек, да, разрешил под его собственностью, под его зданиями вот раскопать что-то и хотя бы показывать туристам. Вот такие интересные дела здесь, в Болгарии. Потому что я вам постоянно говорю о том, насколько здесь такая земля, насыщенная различными объектами, историческими достопримечательностями. Причем многослойно, да, вот начиная от траков и заканчивая современностью. Несколько цивилизаций проходит. И сейчас последнее, что я вам покажу. Вот этот дом, как предполагают, скорее всего, медика, да, вот местного, так сказать, врача. Потому что здесь были найдены специальные сосуды, в которых смешивались там травы, какие-то растирания, притирания. И вот представьте себе, это камни и, так сказать, кирпичи того периода, того времени, которые абсолютно оригинальные здесь находятся. Вот. Значит, на этом я с вами сегодня прощаюсь. Следите дальше за моими передвижениями. Смотрите какие-то интересные моменты из моих путешествий. Совершайте со мной виртуальные путешествия. Я всем желаю хороших выходных. И до следующих встреч в прямых эфирах. Субтитры сделал DimaTorzok